В Дворце культуры Могилева чествовали медиков. Наградами отметили свыше 70 работников системы здравоохранения. Старшие медсестры отделения профилактики 1-й Бобруйской городской поликлиники Ольге Шатухе вручили почетную грамоту областного совета депутатов. Пенсии в августе начнут выдавать досрочно. На почте и через предприятие доставки с 3-го числа. Банки подключатся на два дня позже. Обычно деньги выплачивают с 5-го по 25-е. Как пояснили в Минтруда, мера позволит людям преклонного возраста минимизировать поездки и сократить число контактов с другими людьми в условиях пандемии. На выходных в области заработают первые в сезоне школьные базары. Уличные торговые площадки развернутся во всех крупных городах. В регионе планируют организовать не менее 65 точек с одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями. Драмтеатр имени Дунина Марцинкевича готовит премьеру к новому сезону. Осенью в программе появится спектакль номер 13 по пьесе английского драматурга Рея Куни. По словам режиссера, действие развернется в апартаментах отеля. Помощник премьер-министра Ричард Уилли вместо ночных парламентских дебатов решит провести время в компании привлекательной секретарши. Но в самый неподходящий момент появляется третий – мужское тело средних лет. Первый показ запланирован на 18 сентября. Бобручанин Александр Довнар выиграл республиканское соревнование «Лучшие в боксе». Спортсмен отличился в возрастной категории молодежь. Ранее 17-летний атлет завоевал серебро в Кубке Беларуси. Среди элиты – золото у Дмитрия Санова. Первенство проходило под эгидой AIBA и было приурочено к Международному дню бокса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова